Быть добру, так назвали ежегодную акцию экскурсию по Ульяновску для детей, ребят из освобожденных территорий, детей участников СВО. Несколько дней прогулок в парках и по Волге, посещения музеев и других интересных мест завершились в здании областного правительства. О том, как это был репортаж Ксении Грищенко. Смотри, карабинчики мы как открываем? Поворачиваем вот эту муфту по часовой стрелке и нажимаем ее вовнутрь. Крепим вот на этот трос, на котором будет красный изолент. Подробный и заботливый инструктаж и вот уже через минуту ребята в трех-пяти, а кто и в десяти метрах над землей. Веревочный парк – очередная точка развлекательного маршрута. Перед приездом в наш город они побывали уже в Москве и Питере. И казалось, Ульяновску после столиц уже нечем удивить. Если честно, в Ульяновск больше всех запал, потому что, ну серьезно. Были на Волге, катались на теплоходе. Организаторам большое спасибо. Мне больше всего музей понравился. Там мы и кости раскапывали нам, там и рассказывали. Ну, в общем-то, в музее интересно. Акция «Быть добру» собрала 35 ребят из освобожденных территорий и детей участников СВО. С ними – кураторы. Реализовать миссию получилось благодаря поддержке сразу нескольких организаций. Ведущие постарались продумать программу так, чтобы развлечь ребят по максимуму. Члены регионального штаба Народного фронта говорят, подружиться с детьми оказалось легко. Дети очень отзывчивые, с отдачей, очень интересными с такими детьми работать. Включаются, все им очень нравится. И надеемся, как в тот раз, у них кто куратор проекта отозвал, что Ульяновская область была одна из самых лучших, кто продемонстрировал там и показал свой город. Надеемся, что и в этот раз. В этот раз завершающей точкой экскурсии становится главное здание региона – правительства Ульяновской области. По огромному дому с колоннами ребят ведут, показывая основные залы и раскрывая секреты некоторых из них. Например, демонстрируют систему информационной безопасности. Когда проводятся совещания секретные, у нас включаются датчики, и по окнам никто не может снять звук, который здесь идет. Почему в одном из главных залов правительства стол круглый? Как правильно располагают флаги страны и региона? Что символизирует герб и еще много ответов на нескучные вопросы, получают дети и сопровождающие. После фильма о нашем городе в диалог включается губернатор. Спасибо за… Давайте так, за всех ульяновцев, которые нас встретили на этом пути. Спасибо за пацанов с 31-й бригады. Несколько поклонок всей души. Спасибо за лабораторию. Такие экскурсии по Ульяновску проводятся не в первый раз. И регион готов принять следующие группы ребят, которым сейчас так необходимо отвлечься от актуальных проблем и провести лето с удовольствием. Ксения Грищенко, Сергей Свешников и Денис.